Всем привет! Новый подкаст. На этот раз решил посвятить его как раз тому вопросу, который мне очень часто задавали и продолжают задавать. Это как же вынимать деньги? Сколько же их можно взять? Так обычно это звучит или приблизительно так? То есть, условно говоря, как подсчитывать свои доходы, как определять свои доходы, но, к удивлению многих, я скажу, что нужно научиться не подсчитывать свои доходы, а необходимо учиться корректно считать свои затраты. Вот эта сторона медали, она намного главнее, намного важнее, и именно ей и стоит уделить внимание. Я, к сожалению, своему не смогу в этом подкасте рассказать обо всем, что касается этого процесса регулирования затрат или там хотя бы анализа затрат, но обязательно уделю внимание самым важным элементам, а вот все остальное я рекомендовал бы вам почерпнуть из тех книг, из тех двух книг, которые вот не так давно были выложены в паблике, посвященных бухгалтерскому учету и финансовой аналитике, а также из материалов в интернете, которых много, которые просто безумное количество, потому что всем этим вопросом давным-давно посвящены огромные-огромные книги, издания, журналы, материалов море. Главное понять одно, что вы ничего не знаете, и пора бы начинать узнавать. Ну, а если в общем, есть некие основные понятия, которые такие базовые, которые действительно, хотя бы в них стоит вникнуть с самого начала, это что же такое затраты, или какие они бывают. То есть затраты, вот принято считать, да, есть такое понятие общие затраты. Это вообще все затраты, которые вы несете в процессе вашей деятельности. Вот эти общие затраты, они в свою очередь делятся на два основных типа, хотя точно так же присутствуют разные методики, подходы, разные школы, определение этих параметров. Но суть заключается в том, что обычно затраты делятся на два типа. Это постоянные затраты, это те затраты, которые вы с определенным постоянством несете. Ну, например, арендная плата. Вот это вот самый яркий пример постоянной затраты, которая никак не меняется, ни от чего, она постоянно, и меняется только лишь тогда, когда ее пересматривает, например, ваш арендодатель. И переменные затраты, это затраты, которые возникают по мере необходимости, по логике как бы действий ваших. Как хороший пример, это вот закупка товара, да, условно говоря, какой-то товар у вас хорошо пошел, и вы поняли, что необходимо его как бы докупить, хотя еще месяц назад ничего не предвещало подобного, поэтому это вот какая-то переменная затрата, она сейчас может быть, завтра ее не будет, или один товар сменится на другой, то есть это такая какая-то поточная вещь. Это переменные затраты. Ну, это как бы основа, какая-то детализация, это я вот рекомендую вам либо почитать в книгах, либо просто в интернете, очень много материалов, но это тот базис, без понимания которого вы не сможете никак считать свои затраты. Один из, наверное, следующих шагов, которым, по крайней мере, пришли мы, занимаясь своей собственной финансовой аналитикой и учетом своих собственных финансов, это так называемый отчет о движении средств. Это самая, пожалуй, простая форма учета денег, да, которая доступна, которую может человек без какой-то спецподготовки, без спецзнаний понять, додуматься до которой можно самостоятельно. То есть это когда вы берете какое-то состояние своих финансов на начало какого-то подотчетного периода, ну, например, на первое число месяца июня. То есть вы знаете, сколько у вас есть денег на вашем, там, банковском счету или у вас в кармане, или в каком-нибудь, там, не знаю, отложено в каком-то конверте. И потом в результате всего месяца вы совершаете какие-то траты, там, не важно, что это, там, аренда, минус, да, из этой суммы. Потом приход средств, кто-то пришел, купил у вас футболку, значит, у вас добавилось денег, да, потом вы тратите еще на что-то, еще на что-то, потом опять к вам приходят деньги. То есть вы вот эти вот все приходящие средства и уходящие средства минусуете и плюсуете к первоначальной цифре какой-то, да, точке отчета первого числа, первого июня. И потом по финалу последнего числа месяца вы точно так же взвешиваете свои финансовые остатки и понимаете, ага, вот я вычитал, складывал, вычитал, складывал, и вот оно сошлось, вот столько, сколько у меня есть сейчас на руках, столько по моему учету и должно быть. То есть это элементарный отчет о движении денежных средств, который сможет уже дать вам понимание, сколько же вам, вами было потрачено средств на что-то, в том числе и вы увидите на что именно, сколько к вам пришло средств и откуда эти средства пришли, и ничего ли не потеряли вы по дороге. То есть может быть забыли что-то записать, не учли какую-то продажу, какую-то затрату, или наоборот какой-то приход денежных средств. Забыли почему-то отметить. То есть вот это, пожалуй, такие основные моменты, я говорю о понимании общих затрат и вот этот отчет о движении денежных средств, которые, если вы до сих пор этого не делаете, и которые поможет вам понять вообще на каком свете вы находитесь, что вообще у вас в ваших делах происходит. Понятное дело, что когда человек один, вот этот вот one-man-brand или магазин, one-man-shop, или магазин один, то есть тут все достаточно просто и прозрачно. Вам, вы сами себя как бы не сможете обмануть, или зачем же я буду сам себя обманывать, как мне часто говорят. Но в том-то все и дело, что мы же как бы все люди, а соответственно нам свойственно ошибаться, и иногда просто что-то забывается, не отмечается в этом круговороте дней, можно что-то легко утерять. И в обязательном порядке, конечно, вот такие, по крайней мере, элементарные отчеты, движение средств, или хотя бы разделение на всякого разного рода затраты, стоит делать, фиксировать, потом анализировать, смотреть, почему так, почему вот так было в этом месяце, а как было вообще в предыдущем, может что-то стало лучше, или наоборот ухудшилось. Потому что не анализируя прошлое, невозможно в будущем эффективно работать. Следующий момент, на котором я особо хочу остановиться, это отчет о балансе предприятия. Вот это действительно сложная вещь. Чем сложнее, чем сложноструктурнее предприятие, тем как бы запутаннее и сложнее этот вариант отчета, но это, конечно, очень-очень важный момент, потому что только лишь понимание баланса предприятия даст вам возможность увидеть истинную картину мира, то есть на каком свете вообще находится вот этот ваш бизнес-процесс, не убыточен ли он, если убыточен, то на сколько, или наоборот, может быть дела супер прекрасны, только лишь такой баланс позволит вам по-настоящему понять суть происходящего. Может быть в масштабах какой-то очень маленькой, вот этой вот единоличного такого бизнеса, где все заверчено на одном человеке, и обороты малы, в этом смысла, конечно, нет, но если в предприятии работает несколько человек, или действительно это может быть даже уже превратилось в сеть магазинов, или в большое какое-то производство, это важно, это важно, это нужно делать, если вы этого не умеете делать, скорее бросайте все сию секунду, открывайте эти книги, учитесь, сделайте, потому что иначе вы не будете видеть картину, истинную картину вашего предприятия. Что же такое вообще балансовый отчет предприятия? Это вообще основная суть, это все, что есть в вашей организации, это и есть этот балансовый отчет. Оборудование, товар, деньги на счетах ваших банковских, и самое главное, долги, то есть ваши долги перед поставщиками, перед банками, перед государством, перед инвесторами какими-то, которые, возможно, давали вам средства на развитие вашего бизнеса, в конце концов, долги перед сотрудниками, возможно, не выплачены в какой-то момент заработные платы, пока еще. Все это и есть составляющая этого отчета по балансу предприятия. Поэтому в обязательном порядке рекомендую обратиться к тем книгам, еще раз повторюсь, которые были выложены не так давно в паблике, читайте, там как раз все очень детально, подробно расписано. Если говорить о сети магазинов мяса, то для нас на данный момент это есть вопрос номер один. То есть это самый главный вопрос. На самом деле он должен быть таким для всех, но пока, я уверен, не многие это понимают. Вот финансовая аналитика и вообще учет финансов, это самое важное, что есть и должно быть в предприятии. Почему? Потому что не понимая, что происходит с вашими финансовыми потоками, вы не сможете никак развиваться. То есть вы не сможете становиться эффективней, не сможете становиться больше и вообще не сможете ничего. Это очень важная и проблемная зона для любого бизнеса. Не важно, это магазин одежды, бренды или что угодно другое. И в принципе, по большому счету, вся жизнь. Поэтому на данный момент именно этому уделяем мы особенно большое внимание. Это не значит, что все у нас получается. Я бы даже сказал большие откровения, что получается на данный момент немного в этом направлении, потому что задача невероятно сложная. Но, в принципе, определенные успехи уже есть. И я хотел бы пожелать и вам, слушателям, точно так же, уделить этому внимание, причем максимум внимания. И несмотря на то, что ваши магазины, ваши бренды, возможно, не являются каким-то огромными структурами, главное выяснить для себя одно, что если вы не научитесь этому на вот этих малых примерах, вы никогда не станете крупнее. Подкаст короткий, хотя сложный вопрос, который всех беспокоит, но, к сожалению, я не могу дать на столь сложную тему какого-то такого большого ответа. Очень сложный вопрос. Очень, скажем так, не художественный этот вопрос. Здесь без действительно чтения, здесь не получится это все уложить в 10 советов, как все посчитать. Слишком сложная тема. Поэтому учите, читайте, дерзайте. Я уверен, что все, конечно же, получится. И подписывайтесь на паблик «Механика действий», репостите. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok